Здравствуйте! Разберем классификацию химических реакций по тепловому эффекту. Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химических реакциях, называется тепловым эффектом реакции. Экзотермическими называются реакции, которые протекают с выделением теплоты. Как это выражается? Например, H2 плюс хлор 2 равно 2H хлор плюс 184,6 кДж. А можно обозначить просто буквой плюс Q. Если это выделить из реакции, то надо написать ΔH химической реакции равно минус 184,6 кДж моль. В реакции пишется просто кДж, а вне реакции пишется кДж моль. Эндотермическими называются реакции, которые протекают с поглощением теплоты. Обозначается это реакция минус 90,4 кДж, или без цифры просто минус Q. Если вне реакции пишется эта цифра, то обозначается ΔH химической реакции плюс 90,4 кДж моль. Химические уравнения, в которых указывается количество выделенной или поглощенной теплоты, называются термохимическими уравнениями. Теплотой образования, дельта H образования, называется количество теплоты, которое выделяется или поглощается при образовании одной моли вещества из простых веществ. Это выражается формулой, например, H2 плюс 1,2O2 равно H2O жидкость плюс 285,8 кГ или плюс Q. Если это вне реакции, то так, дельта H образования минус 285,8 кГ моль. Теплотой сгорания называется количество теплоты, которое выделяется при сгорании одной моли вещества. Теплота сгорания одной моли ацетилена. Выражается реакция C2H2 плюс 2,2O2 равно H2O плюс 2CO2 стрелочка вверх плюс 1300 кГ или плюс Q. Тепловой эффект реакции, обозначаемый дельта H химической реакцией, дельта, означает разность H энтальпии или теплосодержания вещества, означает разность энтальпии, H конечных продуктов реакции и исходных реагирующих веществ. Итак, дельта H химической реакции равна H конечных продуктов минус H исходных продуктов. Закон Гесса. Тепловой эффект химической реакции зависит только от начального и конечного состояния участвующих в реакции веществ и не зависит от промежуточных стадий процесса. Стандартным состоянием вещества при данной температуре называется его состояние в виде чистого вещества. В случае газов равному нормальному атмосферному давлению. 101,32 кПа или 760 мм ртутного столба. Дельта H образования простых веществ равно нулю. Например, дельта H образования кислорода или азота или меди и так далее равно нулю. Следствие из закона Гесса. Тепловой эффект реакции равен разности между теплотами энтальпиями образования продуктов реакции и теплотами энтальпиями образования исходных веществ. Определяем по формуле. Дельта H химической реакции равна сумме теплот образования конечных продуктов минус сумма теплот образования исходных.